Друзья, добрый день. Кто не знает, представлюсь. Меня зовут Максим Ермачков. Я программный директор точки кипения Промтехдизайн, в котором мы сегодня здесь собрались. Сегодня для меня очень необычное, неожиданное, но при этом очень крутое мероприятие про дизайн. Мы будем говорить про дизайн автомобилей и про дизайн автоиндустрии будущего в целом. У нас сегодня не лекция, у нас сегодня общение ваше с нашим гостем, которого я чуть позже представлю. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, задавайте вопросы. В любой момент, когда они появляются, поднимайте руку, к вам подойдут, дадут вам микрофон, и вы сможете пообщаться с нашим спикером. Именно ради общения с вами он сегодня к нам сюда и приехал. И я тогда приглашаю Ян Айхингер, генеральный директор ООО МАН Truck & Bus. Как мне успели объяснить, что правильно говорить не MAN, а MAN, поэтому я теперь буду образованный и грамотный. Это представители немецкого производителя грузовой и автобусной техники. Давайте поаплодируем Яну. Айхингер, генеральный директор ООО МАН БООТМИЕ Всем добрый день. К сожалению, я пока еще по-русски не говорю, поэтому вот Анастасия, я его ассистент здесь, чтобы все переводить. Во-первых, еще раз прошу вас быть максимально открытыми. Сегодня, если у вас есть вопросы или какие-то комментарии, прям сразу во время презентации, не стесняйтесь, перебивайте меня, поднимайте руку. Мне действительно важно это услышать и обсудить с вами. Я, конечно, подготовил для вас презентацию, но еще раз не хочу, чтобы просто вы молча ее выслушали. Если у вас прямо в процессе есть какие-то вопросы, интерактив более чем приветствуется. Собственно, когда вы представляете себе грузовик, что у вас в голове, какая картинка? Что всплывает? Варианты есть? Да. Выглядит. Добрый день. Что-то большое. Что-то для специального использования. Что-то очень дорогое. Что-то очень дорогое. Хорошо. Ничего еще? Еще? Варианты? Добрый день. Еще? Еще? А, опять же, дорогое. Да, я теперь буду из зала еще тоже говорить. Наверное, когда мы говорим о грузовике, мы представляем о средстве заработка для кого-то. И это важный элемент вообще логистики, как международной, так и внутренней. И важный элемент логистики, как международной и интернациональной. Хорошо. Если мы думаем о грузовике, то мы сначала думаем о двух группах людей. Когда мы думаем о грузовике, прежде всего, у нас в голове две группы людей. С одной стороны, те, кто покупают эти транспортные средства. И вторая группа настолько же важная, как и первая. Водители. Они не просто сидят за рулем, они там живут, в грузовиках. Половина их жизни проходит там. Это их как рабочее место, так и то место, где они отдыхают потом и живут. Говоря о грузовиках, мы вспоминаем свою тоже длительную историю компании. И одна из компаний-основателей ее возглавлял Рудольф Дизель. Изобретатель дизельного двигателя. Поэтому изначально наша компания была компанией инжиниринга. Именно вот в Германии. И те инженеры, ввиду своей профессии, хотели создать именно практичный продукт. Естественно, о дизайне тогда они мало думали. Поэтому за все эти годы истории нашей компании мы поняли, что есть два аспекта. Нам нужна, с одной стороны, инженерная мысль. Но и разработка дизайна. Потому что только вместе эти компоненты дают нашему бренду ценность и создают единый продукт. Сейчас посмотрим, что у нас за компания такая МАЭН. Мы – МАЭН. Вот уже более ста лет мы производим грузовики и автобусы, создавая вместе с ними особый мир. Мы не просто усовершенствовали коммерческие автомобили, а добились их максимальной эффективности. Мы раз за разом задаем новые стандарты транспортной отрасли. Мы раздвигаем границы возможного и преодолеваем знаковые рубежи. Сегодня мы входим в число лидеров автомобильной промышленности в России и не готовы останавливаться на достигнутом. Только благодаря совместной работе с нашими клиентами мы разрабатываем новые продукты, услуги и решения. Устанавливаем новые стандарты. Вновь и вновь определяем будущее всей отрасли. Но мы не просто производим коммерческий транспорт. Мы создаем целый мир, простирающийся далеко за пределы бизнеса. Мы верим, что наша техника – это сила, которая двигает наших клиентов вперед. Это эффективность, которая ведет их цели. Партнер, на которого можно положиться. Весь модельный ряд MAN и Neoplan – это демонстрация неукротимой мощи, спроектированный для достижения высоких результатов, созданный в гармонии форм. Это второй дом, надежный партнер и лучший автомобиль всех времен. Мы МАН Почему мы здесь сегодня? Потому что мы хотим поговорить вместе, и узнать, что произошло с нашей новой генерией, и что будет в будущем. Собственно, цель нашего сегодня визита к вам здесь – это обсудить наше новое поколение грузовых автомобилей, а дальше обсудить с вами будущее вообще грузового транспорта. What our brand, meanwhile, is also standing for, is a consecutive row of numerous design awards. What our brand is standing for? Design awards. А, получение различных наград в области дизайна – это всегда было важно для нашего бренда. Design awards for coaches. Как на междугородние автобусы. For city buses. Городские автобусы. For trucks. Грузовые автомобили. Also for our new truck generation. We got the world famous IAF award, gold award again. В центре вы видите как раз наше новое поколение грузовых автомобилей, и оно также получило награду. Но то, чего нет на картинке здесь сейчас, но было в ролике. У нас есть и второй бренд, не только МН. Это бренд междугородних автобусов, называется Неоплан. Это люксовый бренд междугородних перевозок. So, not only that we have to build a brand and supported that by design. Поэтому нам не только приходилось создавать бренд благодаря за счет хорошего дизайна. We have in one segment, like on the right-hand side, or from your side, on the left-hand side, the coaches. Вот слева как раз есть междугородний автобус, это сегмент. We have MAN and Neoplan, and have two brands, which we have to differentiate from each other. Вот как раз эти междугородние автобусы, они у нас выпускаются от обоих брендов, от MAN и от Neoplan. И поэтому задачей нашей компании было также разграничить эти два бренда, в том числе за счет дизайна. Хочу повторить и с гордостью отметить, что награды мы получали не один раз, не два раза, даже не три, а очень-очень много раз. И как же нам это удалось? Благодаря чему? Ключ успеха наш в том, что когда мы видим, что в игре идут перемены, мы не идем туда одни. Естественно, учитываемые внешние факторы, которые влияют на эти перемены и изменения. Но если вообще брать во внимание только внешние факторы, тогда получается у тебя чисто реактивный ответ на вызовы внешние. Но если ты хочешь быть лидером в своей отрасли, в своем бизнесе, то нужно быть не реактивным, а активным. И нужно тогда самому задавать новые стандарты каждый день и год за годом. Но если ты будешь заниматься этим в одиночку, в рамках своей компании, в своем отделе дизайна, тогда есть вероятность довольно большая, что у тебя получится не дизайн, а уже какое-то искусство. В чем же разница между дизайном и искусством? У дизайна есть конечная цель. Для использования. Поэтому, как поступили мы? Мы провели диалоги, пообщались с теми, кто будет пользоваться нашими транспортными средствами. Подобный проект, разработать новый грузовик, на него требуется порядка пяти лет. И в течение этих пяти лет, вот перед тем, как выпустить новое поколение, мы опросили 700 водителей. Как именно мы это делали? Мы проводили интервью и просили их заполнить анкеты на наших сервисных станциях, когда они приезжали. И таких опросников всего в итоге мы получили 50 тысяч. А 700 – это то число, с кем мы не просто получили опросник, а с кем мы многократно разговаривали, возвращались с фидбэком. Потому что как мы поступили? На основании опросников мы разработали какую-то идею, вернулись к ним, с этой идеей, снова получили обратную связь и обновили свою концепцию. Через секунду, Яна сейчас, через секунду, конечно, с удовольствием на ваш вопрос ответит. Но, конечно, есть сложная часть в таком подходе. Сложность заключается в том, что обычно, стандартно, люди не очень-то стремятся к переменам, нехорошо их воспринимают. Если вы сейчас мне скажете, давайте делаем перерыв, все выйдем на улицу и выпьем кофе. И попрошу вас вернуться через 5 минут. Где вы будете сидеть? Какое место вы займете? Ровно на те же места сядете. Почему? Это что, ваш стул? Он вам принадлежит или что? Почему именно сюда? Нет. Это просто была бы перемена, и вам бы не захотелось никаких изменений в такой маленькой детали. Поэтому, когда ты общаешься с водителями, это немножко сложно. Потому что ты должен, с одной стороны, показать им что-то новое, представить. А с другой стороны, ты должен понимать и быть готовым, что, скорее всего, перемен они не хотят, им нравится как есть. Вопрос, пожалуйста. Спасибо, да. Я еще воспользуюсь этим, чтобы подать пример и напомнить ребятам, что мы можем задавать вопросы, а то у вас их слишком много накопится, можете их забыть. Вопрос такой, Ян, когда вы говорите, что просили 700 водителей, это водители только грузовых автомобилей или другие участники дорожного движения? Ян, когда вы говорили, что вы сорвали и были интересы с 700 водителей, были ли мы только грузовыми двигателями или какие-то другие участники интеракции на дороге? Есть вторая группа интеракций, которые я приеду в минуту. Это были действительно 700 водителей. Есть и другие люди, и Ян расскажет о них через минуту, с которыми мы общались, но Эйм, это именно про водителей грузовых автомобилей, 700 человек. Но есть и другие, вы уже догадались правильно. Обещал, вот, показываю, рассказываю. Другая группа, это вот те люди, которых я упомянул в самом начале, это группа операторов, то есть логистические компании и так далее. Потому что их фокус на других аспектах. И только частично в центре внимания находятся водители, их удобство. Но вообще их основная цель покупки грузового автомобиля, это выполнение бизнес-задач. И получение прибыли, заработать денег хотят все. Кстати, в этом и заключается основное отличие между покупателем грузовика и покупателем пассажирской легковой машины. Давайте вспомним, как выглядят улицы Москвы и Петербурга. Там, конечно, множество разных очень классных машин. Все ли они нужны действительно людям? Да нет, на самом деле, потому что какая у тебя машина Порше или Лада, в принципе, цель-то они выполняют одинаковую. Ты можешь добраться с точки А в точку Б. Конечно, Порше, наверное, пораньше заберется. Но ограничение по скорости-то единое на всех. Поэтому действительно тебе нужно Порше? Наверное, не прямо уж так сильно. Почему же все-таки люди платят деньги, покупают их? Потому что Ян говорит, что за 80% принятие решения отвечает живот или какая-то другая система, только 20% мозг. А вот как раз-таки бизнес-люди, которые покупают коммерческие автомобили, у них, наоборот, 80% решения принимаются головой и 20% эмоциями, душой, не знаю. По поводу машины я бы хотел добавить то, что, конечно, доехать можно, можно и пешком дойти, но комфорт, уровень комфорта разных. И еще дополню, что если хочешь работать в такси, то чем лучше машина, тем больше заработаешь. И если вы такси-драйвер, тем лучше машина, тем выше заработаешь. Да, я согласен с вами на счет комфорта, точно. Что касается водителей такси, почему люди заказывают бизнес-класс, а не эконом или комфорт? Безопасность. 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 И безопасность? Конечно, да. Я говорю, что вы абсолютно правы, и поэтому он сказал не 100% распределения, а где-то 80%, где-то 20%. Вы можете купить, я не знаю, Audi A4, это все еще суперкомфортная машина, но уже не такая дорогая, как Porsche. И она и безопасная, но не такая дорогая, как Porsche. Это чисто для примера. Поэтому мы и обратились к 300 клиентам, потому что они именно фокусируются на экономике, на бизнесе. Когда мы обсуждаем эту тему, мы используем термин «общая стоимость владения». В это понятие «общая стоимость владения» входит как стоимость закупки транспортного средства, так стоимость, сколько он потребляет топлива, как дорого его обслуживать, и за сколько в конце использования ты сможешь его продать и вернуть сколько денег себе обратно. Но также не стоит забывать о таком параметре, как время простое. Потому что каждый раз, когда грузовик не едет по дороге, не выполняет свою бизнес-функцию, он теряет, ну как бы бизнес теряет деньги. Мы сделали это вместе, потому что у нас грузовики не просто из Германии, сделаны только для клиентов из Германии и немецкими инженерами. Мы включили в разработку этого проекта сотрудников и людей из 17 стран мира, включая Россию. Потому что хотя бы законодательства в России здесь отличаются. У меня такой вопрос. Кроме нового дизайна были использованы новые технологии, материалы, потому что сейчас есть тренд некий, который называется «Зеленые технологии» в разработке объектов. Вы как-то заботитесь об экологии? Спасибо. Ян, во время проекта в разработке, мы использовали новые технологии, новые материалы? Потому что сейчас, на самом деле, на самом деле, это все про зеленые материалы, зеленые технологии. В целом, мы изменяли 22 тысячи части. Всего, вот новый грузовик отличается от предыдущего, 22 тысячи запчастей, то есть 22 тысячи запчастей, новые, другие. Изначально в концепции была такая идея, чтобы все запчасти, когда ты их собрал, в конце использования можно было обратно разобрать на те же материалы и как бы переработать и использовать заново. Потому что если ты сделаешь этого сплав или как-то там, то это уже нельзя будет разделить обратно эти материалы и использовать их повторно. Мы старались запчасти делать таким образом, чтобы их в конце можно было разобрать, снова найти отдельные детали, материалы. А, термоизоляция, окей, термоизоляция, сейчас про термоизоляцию расскажете. Раньше мы использовали пену, вот эту вот строительную, а сейчас это органический материал. Да, это возможно, то что вы спросили. И это действительно очень важный пункт, мы следим за этим. И важность этого аспекта, она только будет в будущем возрастать, естественно. Еще вопрос у нас. Продолжим вопрос в части производства материалов и деталей. Вы сказали, что вы активны и наверняка используете и аддитивные технологии, 3D печать. Есть ли у вас такое в производстве? Пока что нет. запчасти, по крайней мере, таким образом мы пока не производим. Но сейчас у нас проводится тестирование, чтобы в будущем, да, действительно такой процесс в нашем производстве тоже был. Сейчас идут как раз тестирования, исследования, разработки. И в продолжение данного вопроса, чувствуете ли вы, то есть проактивны ли вы в вопросе, когда какие-то части, материалы, ну не материалы, а какие-то уже товары могут быть напечатанными на месте, следовательно, их не нужно перевозить. Возможно ли здесь падение спроса на грузовики, потому что везти не надо, а напечатывать на месте? Are we proactive enough to consider that at the moment, due to this 3D printing technology, some goods can be produced locally, so our operators will have lower demand for transporting goods, if they can be 3D printed locally, something like that? Действительно, такая вероятность есть, вы правы. If I look back into the last year, then in the pandemic situation the amount of transport has gone up. Но в условиях пандемии и ограничений, тем не менее, количество транспортных перевозок очень-очень сильно выросло. То количество товаров, которые покупали онлайн, постоянно растет. И их нужно все перевозить. Плюс мы же занимаемся не только логистикой, но наши, точнее, операторы и те, кто покупает грузовики. Очень важное направление, большой сегмент нашего бизнеса, это строительный бизнес, что грузовики используют в строительстве. Поэтому я согласна с вами, есть такая вероятность, что какая-то часть сократится перевозок того, что будет печататься локально. Конечно, да, какие-то мелкие детали запчасти будет логичнее и рационально напечатать локально, чем держать их на стоке и потом транспортировать. Но я, честно говоря, совершенно не боюсь того, что грузовики больше не понадобятся. Окей. Вы говорили, что вы активны, что вы постоянно на передовой находитесь. Какое вообще влияние ваша компания имеет на общий рынок грузовиков? То есть, какие-то конкретные примеры, когда вы что-то сделали, а потом все остальные за вами последовали. Ян, мы сказали, что мы проективны и что мы находимся в нашем бизнесе. Вы можете вспомнить, что МАИН была первая компания, чтобы представить, и другие маркетплейеры следовали нашим опытом? Несколько вещей Ян может вам ответить, привести пример. Например, мы были первыми, которые производили так называемые «лоу-флоу-сити-бассы». Какие типы-сити-бассы? «Лоу-флоу-сити-бассы». Да, первые городские автобусы, которые были с низким полом, которые сейчас ездят по городам, это вот МАИН придумал такую технологию нашей компании. Мы первыми разработали городской автобус, где нет ступенек, чтобы подниматься в него. Раньше хотя бы две-три ступеньки было, чтобы подниматься в кабину, в салон. И для людей старшего возраста, для инвалидов, было очень сложно заходить в такой автобус. Компания МАИН создала первый автобус без ступенек, в который сразу можно заходить, с низким полом. Также мы разработали особую коробку передач. Ну и, разумеется, не забываем про топливный двигатель. Продолжим, тогда вернемся к презентации. Слоган нашей компании, вы сейчас видите на экране, мы его так и называем «Simplifying Business», то есть упрощая бизнес для наших клиентов. Это подразумевает не только сам наш продукт, его дизайн, но и те процессы, которые есть в компании, и как мы взаимодействуем с клиентами. Есть такое исследование на рынке коммерческого транспорта, именно грузовых автомобилей. Называется HTS, Heavy Truck Study, то есть исследование грузовых автомобилей. Каждые два года проводится. Не каждые два года, извините, дважды в год, и последние три года мы каждый раз были лидерами. И по продажам новой техники, и по послепродажному обслуживанию. Соответственно, извините за опечаточку. Результатом вот этой всей работы, когда мы опросили 700 водителей и 300 операторов, стало новое поколение грузовых автомобилей. Вы видите его фотографию на экране. И позже мы с вами выйдем во двор, и вы увидите их вживую. И напоминаю, что это поколение, эти грузовые автомобили, получили награду в области дизайна. Сейчас мы расскажем вам о дизайне. Ян, если правильно помню презентацию, ничего не перепутай. Нет, немножко порядок он не так запомнил. Не важно. Возвращаемся к тому, о чем я говорила в самом начале, дизайн для водителей. И тут вы видите две зоны, с одной стороны для жизни водителей, а с другой стороны для их именно работы. Конечно, очень много нового в интерфейсе автомобиля. И у нас в дизайне дизайна есть отдельная группа, которая занимается только интерфейсом. Конечно, хотелось бы, наверное, иметь и даже холодильник в кабине. Но если его поставить в такое место, что потом по кабине невозможно ходить удобно, то, конечно, это не самое лучшее решение. И если вы посмотрите внизу слева, Вот есть зона небольшая, в которой водитель действительно работает интерфейсом, нажимает какие-то кнопки, управляет. И все должно быть удобно и легко, чтобы ему не нужно было тянуться. Есть вторая зона над этой, та зона, за которой он наблюдает. И эта зона должна как можно ближе находиться именно уже к обзору на дорогу непосредственно. Потому что не стоит забывать, что водитель находится за рулем, и, естественно, им нужно следить за дорожным движением непосредственно на улицу и по бокам, там, боковые звезды. И вот теперь наконец-то будет то видео, которое я нам обещал. Приветствую вас, уважаемые любители грузовиков. Предлагаю поближе познакомиться с экстерьером и интерьером грузовых автомобилей нового семейства МН. Без лишней скромности отмечу, что нам удалось поднять дизайн на совершенно новый уровень. Давайте присмотримся к индивидуальным особенностям грузовика. Лев одновременно является символом марки и эмоциональным компонентом МН. Поэтому мы попытались воплотить стилизованного льва, символизирующего наш бренд, в дизайне серии, перенося отдельные элементы, характеризующие тело животного, на кабину. Это хорошо заметно, если рассмотреть дизайн в целом. Его отдельные элементы, в свою очередь, символизируют характерные черты льва. Это морда, львиный нос, просматривающийся в решетке радиатора. Она имеет относительно большие размеры и играет доминирующую роль в образе. Решетка выполнена в черном цвете и снизу переходит в бампер. Хромированные планки немного напоминают усы на борде льва. Передние фары также вносят вклад в несколько агрессивный образ большой кошки, готовой к прыжку. Четкие формы создают цельный образ и различные дополнительные элементы. Мы создали новый солнцезащитный козырек, который предлагается через программу MAN Individual. Дизайн зеркал заднего вида был переработан, и они стали чуть более узкими. Это уменьшает сопротивление воздуха и в то же время улучшает обзор между корпусом зеркала и передней стойкой, поскольку теперь зеркала расположены чуть позади. Среди элементов, которые марка MAN использует уже давно и которым уделяет особое внимание, можно назвать подоконную линию и продолжение бокового окна. Они появляются на всех моделях, начиная с F90 и TJ. Так же как и выштамповки для придания жесткости кабине, которые стали более выраженными и наряду с улучшением внешнего вида, повышают вибрационную жесткость кабины, тем самым приводя к снижению уровня шума в салоне. Важную роль играют и аэродинамические характеристики. Дефлекторы для направления воздушного потока и аэродинамические детали в сочетании с новым дополнительным элементом в нижней части двери гарантируют правильное движение воздушного потока вдоль кабины. Расположенный в нижней части двери элемент имеет дополнительное преимущество. Благодаря ему поднимающаяся в воздух грязь оседает за кабиной, а следовательно ручки дверей остаются чистыми. Это значит, что водителям не придется мыть руки сразу после того, как они сели в кабину. Еще несколько слов о фарах, а именно о ярком дизайне ходовых огней. Этот элемент создает цветовой рисунок, по которому можно точно узнать МН даже на большом расстоянии и в темноте. При включении сигнала поворота ходовые огни выполняют его функцию. А в сочетании с ближним светом, дальним светом и противотуманными фарами возникает очень эффектный общий образ автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот где мы находимся на сегодняшний день. Но если вот я вспомнил всю свою карьеру, и, получается, прежде чем я приехал сюда в Россию работать генеральным директором, я работал в центральном штаб-квартире МН в Германии и отвечал за продукт-маркетинг, за маркетинг-продукты. Соответственно, я очень много кооперировал с коллегами из департамента дизайна. Поэтому я знаю, что процесс разработки нового продукта – это бесконечная история. Сегодня, когда мы здесь запускаем новое поколение, они уже работают над следующим. И, как я упомянула в начале презентации, по отношению к водителям, они также используют радикальный подход. Потому что только достигая лимитов предела, только таким образом ты можешь добиться чего-то и найти какой-то результат, который прямо превосходит ожидания и при этом является практичным. Поэтому любые перемены – это всегда новые возможности. есть три основных влияющих фактора, которые заставляют нашу индустрию двигаться сейчас и в ближайшее время. Во-первых, это диджитализация, переход на электричество, на электротягу, и автономное вождение. Возможно, это не так красиво, как вы умеете рисовать, но вот сейчас Ян хочет вам что-то объяснить. Возможно, конечно, вы думаете, что это ребенок рисовал, но нет, это он сам. Но он же не дизайнер все-таки. Посмотрим сейчас на стандартный грузовик-тягач, он состоит из трех главных элементов. Здесь ниже – это так называемый привод, то есть это двигатель, коробка передач и ось. И шасси. Почему я именно эти три части выделил? У вас есть предположения, может быть, почему именно так он поделил грузовик? Нам не очень нужна первая часть. Кабина. Are we not gonna need the first part of the cabin, Ян? Здравствуйте, я бы на самом деле еще больше поделил бы, я бы сделал бы шасси, я бы сделал бы тормоза гидравлика, тормоза отдельно, пневмоустановки и кабина. Побольше бы поделил на самом деле настоящий грузовик. Если это было для него, он бы разделил его в больше части. Кабин, шасси, но также пневматические системы и гидравлика. Гидравлика. Да. Вы правы. Но мы суммаризировали пневматическое и гидравлика в шасси. Мы считаем гидравлику частью шасси. Потому что пневматическая система – это часть тормозной системы, а тормозная система установлена на шасси. Это упрощенная схема, мы, вот видите, ваши части просто к другим разносим. Возможно, это три модуля, которые взаимозаменяемы, то есть от разных моделей можно комбинировать. Может быть, это три модуля, которые взаимозначены от разных модулей автомобиля. Также правильно. Частично правильно, да. Кто-то еще хотел спросить? Нет? Хорошо. Причина, почему мы так поделили на слайде, и вы были правы. Если мы полностью переходим на автономное вождение, то водителя не будет, и кабина не нужна. На наших сегодняшних грузовиках, вот эта вторая часть, это всегда двигатель внутреннего сгорания, то есть топливный двигатель. Чаще всего дизельный, иногда на газу. И если я посмотрю на этот шасси, то это кажется, что это единственный элемент из трех, который в будущем останется неизменным отчасти. И сейчас посмотрим на распределение нашей прибыльности, доходов от продажи грузовика. Это треть стоимости, это треть стоимости, и это примерно треть стоимости грузовика. Двигатели на сегодняшний день мы сами производим, это наше производство. Электродвигатель нам придется закупать. Батареи, аккумуляторы нам тоже придется закупать. Получается, что две трети из того, что мы видим, в будущем либо совсем исчезнут, либо нам практически ничего не исчезнет. При продаже мы не сможем с них получить. Сейчас немного больше информации Ян даст о своем представлении будущего грузовиков. 400 киловатт, это такая мощность, которая на сегодняшний день существует, аккумуляторы для грузовых автомобилей. Соответственно, вот в текущем шасси есть же место и топливный бак, и коробка передач, и их место может занять аккумулятор. Но вот такая батарея весит 3,5 тонны, на секундочку. А всего у нас сколько весит грузовик, и зачем вообще учитывается его масса? Это маленький грузовой автомобиль, очень маленький. Наши самые большие модели могут перевозить 40 тонн. То есть это всего они будут вместе с грузом, я так понимаю, весить 40 тонн. Но получается, тем не менее, 10% от этого массы это будет чисто аккумулятор. Соответственно, такая мощность аккумулятора позволяет проехать примерно 300 километров к грузовику. А сколько у нас магистральный какой-нибудь тягач логистической компании в день проезжает? 1,200, может быть. Есть там ограничивающий один фактор. Правильно, водитель. Водителю дольше 10 часов подряд ехать запрещено. Умножаем на максимальную разрешённую скорость за нём 80 километров в час. Получается, где-то 800 километров в день он проезжает. Нет? Не согласны? Не согласны? Не согласны? В России ещё есть ограничение 500 километров в сутки на одного водителя. Летом ещё, а зимой ещё меньше. Это в сутки и в сутки даже меньше. Два адометра, может быть. Да, вы можете это сделать с двумя двигателями, которое не сделает это более эффективно. Можно, конечно, и двух водителей. Вы правы. Я вот по европейским стандартам тут написал. Спасибо, что отметили. Но, regardless, даже если это только 500 километров, давайте согласимся на 500 километров. Получается, всё равно на 200 километров меньше. Не забываем про зарядку этой аккумуляторной батареи. Чтобы зарядить такую батарею, нужно где-то 3,5 часа. Солар панели, сольные батареи. Хороший вопрос. Мы тестируем сольные панели на наших маленьких грузовиках. А для малотомнажных грузовиков мы тестируем и солнечные панели. Надеюсь, что это, как дополнительная установка, поможет нам больше пробег в день достигать. Потому что если сверху посмотреть на любой грузовик, вот этот прицеп, и это всё свободное пространство для солнечной панели. Но теперь я надеюсь вам чуть большее понимание и представление, как вот эти три фактора изменят мир коммерческого транспорта. Есть ещё одна тема. Вам будет страшно, если перед вами будет нестись грузовик без водителя? И мне тоже. Вот мы сейчас с вами здесь, люди, сидим, я вижу ваши глаза и понимаю реакцию. Когда вы идёте по пешеходному переходу через улицу, вы смотрите на водителя, он собирается притормаживать, и он вам мотает головой, и вы идёте. А вот грузовик без водителя стоит. Там, например, не я стою на переходе, а мне, например, я, когда мне было 10 лет. И ребёнок может стоять и ждать. А сколько же грузовик будет ждать, пока я перейду или не перейду? Человек бы понял, что ребёнок просто шутит, и как-то бы рано или поздно кто-то бы из них уже договорился, пропустил друг друга и прекратил эту игру. Такое взаимодействие с машинами невозможно. Поэтому 10-летний Ян мог бы блокировать улицу Санкт-Петербурга, потому что он бы решил, что я буду тут стоять, а автономные грузовики или автомобили будут ждать бесконечно. Поэтому самая сложная обстановка, в которую мы можем поместить грузовик, это городская среда. А наиболее простая ситуация, обстановка для автономного уваждая – highway. Слишком уже сложно две полосы. Сколково. Сколково. Сколково, да. Loading. Да, погрузка. Закрытый порт или что-то. Логистический центр, закрытая территория. Потому что там ты можешь контролировать свою территорию, устанавливать свои правила. И убедиться, что туда никакие 10-летние Яны не могут пройти. И так мы уже, кстати, это все делаем, тестируем. В порте города Гамбург наши автономные грузовики уже ездят, работают. Так же мы тестируем городские автобусы в депо, где водители привозят туда автобус, выходят из кабины и автобус должен сам проехать по этому парку автобусному, куда ты его запрограммируешь, куда отправишь. И припарковаться, например. Собственно, такие исследования проводятся при переходе на автономное вождение. Можно спросить, где вы живете? Как далеко от сюда? Сколько километров отсюда примерно? Ну или где? Как далеко? 50 километров, 20 километров? отсюда имею ввиду 30 минут езды на метро. Метро конечно по прямой едет, допустим, рисуем. Вниз спускаемся и по прямой едем. Если, к примеру, пешком от центра до дома 3 часа. На грузовике пришлось бы примерно вот так ехать по городу, правильно? Ну, то есть по разным дорогам, правильно? Поворачивая. На обычном автомобиле час. Такой маршрут мы можем начать разрабатывать уже сегодня. Чтобы грузовик вот сейчас отсюда доехал до вашего дома, это можно сделать. Но это только один из маршрутов, только до вашего конкретно дома. А если мы завтра захотим отправить этот же грузовик отсюда в Шушары, на нашу сервисную станцию, у него уже ничего не получится. Но здесь вот, что мы можем сделать? Посмотреть, вот это конкретно поворот налево. Здесь немножечко участок шоссе. Здесь вот парковка, наконец-то. А тут была пробка, например. Соответственно, любой маршрут можно поделить на такие сегменты. Где-то шоссе, где-то трафик, где-то поворот. И разрабатывать именно конкретно по этим сегментам. Потому что, по сути, работа в порту, в закрытой территории, это как движение по парковке. Ну вот, то, как грузовики едут по шоссе, вы видите на этом изображении. У нас есть система, она называется платунинг. Это когда следующий грузовик едет строго за первым. В пробке это постоянно старт, стоп, старт, стоп. Ну и по сути, на самом деле, в пробке ты тоже просто едешь за кем-то. Здесь, допустим, светофор нарисуем. Собственно, вместо того, чтобы разрабатывать конкретно каждый маршрут, что делается? Разбиваются на такие подобные сегменты, как действовать в пробке, как действовать на шоссе, как действовать на поворотах на стопоре. И так создается система автономного вождения. Соответственно, дизайн будущего должен включать в себя все вот это. В автомобильном бизнесе, получается, дизайнеры при разработке должны понимать и чувствовать, в какой среде, как будут ездить автомобили. Сегодня, например, ребенок, он может услышать, что да, где-то несется грузовик. И он будет осторожен. А завтра это на электроприводе грузовик, который не шумит. И водителя внутри нет. Соответственно, риски сильно возрастают. И если дети будут играть на улице, может быть неприятность. Поэтому разработка и дизайн должны думать и о звуке, в том числе. Только в конкретных, конечно, условиях, но тем не менее. Естественно, что на шоссе не нужен никакой дополнительный звук. Поэтому мы обсуждали разработку дизайна автомобилей с теми, кто на них раньше работал. Но человеко-ориентированный дизайн интерфейса нужен не только тем, кто непосредственно будет работать с этими машинами. Это мега-тренды, то есть главные, ключевые тренды, которые будут наблюдаться в будущем. Соответственно, они повлияют на наш дизайн в будущем. И как же они будут выглядеть? Это сегодняшнее наше поколение, которое мы выпустили. Тут кое-где есть зеленые огни. Как вы думаете, почему эта подсветка здесь указана? Эти зеленые подсветки здесь символизируют то, что уже это поколение внутри себя имеет гены, так скажем, будущего, необходимые для всех этих трансформаций, для дизитализации как минимум. Но и для электротяги, перехода на электротяги. На электричество, здесь внутри уже системы все есть. Для перехода на дизитализацию и на электропривод нужны действительно другие технологии. Очень высокого качества. Поэтому, по сути, это уже такое гаджет, электроустройство, которое постоянно с нами взаимодействует. И, как я говорил ранее, оно дает нам новые возможности. Может быть, вы, когда-нибудь обращаете внимание, на грузовиках, где ручка, иногда всякие числа указаны. Скорее всего, вы вряд ли знаете, что они значат. В вашем случае, у МАНа, это значит, мощность двигателя и кабина, одна из модификаций кабина. Почти что, да. Да, мощность двигателя, правильно. И максимальная разрешенная масса. Пустым и с грузом. Лошадиных сил от 360 до 510. Но, кстати, двигатели с лошадиными силами 480 или 560 абсолютно, на самом деле, одинаковые. Блок, электросистема, все одинаковые. Айфоны, конечно, немножко чем-то отличаются между собой, но в целом-то это одинаковые устройства. Ну, конечно, если покупатель хочет больше лошадиных сил, он их просто покупает и устанавливает на грузовиках. Собственно, в будущем мы будем продавать с лошадиной силы самостоятельно, под заказ. Потому что часто, когда покупают очень мощную, самую мощную модификацию грузовика, ему в году эта самая сильная, высокая мощность двигателя нужна не всегда, там, не знаю, как он сказал, 6, 7, 8, 10 раз, 10 недель. Но не все время. Большую часть времени, 480 лошадиных сил никому не нужно. Поэтому, если в течение года грузовики постоянно присоединены к нашей системе, мы можем по запросу, по требованию, по необходимости продать им определенное количество лошадиных дополнительных сил. Вот, собственно, это и значит данная первая модель, первая картинка. Это вот будущая, следующая модель, которая, да, уже тоже использует те гены текущего нового поколения, которые вот слева, зеленые. Но это будет уже на электроприводе. С пробегом от 400 до 500 километров на одном заряде. Как вы думаете, когда такой грузовик будет доступен, продажа, готов, разработан? 2-5 лет, в 2-5 лет. Уже сейчас есть грузовик на электроприводе. Но пока что не с таким пробегом. Потому что чисто пробег, на который он способен, зависит от уровня разработки аккумуляторов. То есть на сегодняшний день текущие аккумуляторы, они пока отстают. Мы ждем такое к 2024 году. Есть, конечно, и лимитирующие, и ограничивающие факторы у аккумуляторов. Самый главный, наверное, это температура окружающая. Вспомните, вы достаете из кармана зимой в холод свой телефон, и очень быстро садится батарейка. То же самое здесь. Нужно разогревать двигатель, следить за обстановкой окружающей, чтобы максимум пробега выдать. Поэтому, собственно, и грузовики на электроприводе, они вряд ли будут во всех регионах, в уголках мира работать. Но уже сегодня 600 автобусов в городе Москва полностью электрически на электроприводе. И это самый большой парк таких электромобилей, электроавтобусов, электробусов во всей Европе. То есть это возможно, да. Вы про грузовики или про автобусы? Баз. Вы правильно говорите. На следующей неделе в Санкт-Петербурге, как вы, наверное, знаете, «Транспорт-фест», и там мы свой электробус покажем. У нас разный подход с местными производителями. У КАМАЗа меньше аккумулятора. И каждая пятая остановка они делают быструю подзарядку. А потом уже едут дальше по маршруту. На нашем же электробусе установлены вот эти вот аккумуляторы на 480 киловатт, которые позволяют автобусу весь день ездить. Это разные два подхода совершенно. Мы считаем, что есть преимущество в том, когда не нужно иметь все эти точки зарядки по городу. Например, в таком красивом городе, как Санкт-Петербург, ну жалко было бы портить вид всеми этими бесконечными зарядками для автобусов по всему городу. Но они пытаются отрывать этот пантограф. Этот пантограф, да. Я знаю. Я в курсе, спасибо. Это следующий уровень. Это следующий уровень, где мы уже идем в дизайне, где мы уже не приходим сюда, вот эта третья модель, она уже действительно сильно отличается. Потому что если первые две сравнить, то внешне почти нет разницы, собственно, потому что просто будет одно устройство, одна кабина, но двигатель будет установлен в первом случае. Все еще у нас сейчас топливный, а во втором уже электро. Здесь никаких топливных двигателей уже не будет. Здесь вы все-таки еще видите зеркала, например. Здесь уже их нет, боковых. Они будут заменены камерами. Камеры понадобятся уже на следующем шаге, в том числе, когда мы будем переходить к автономному вождению, естественно. И переходим к следующей ступени развития. Ян говорит, хотя я, конечно, красивее нарисовал разделение, чем здесь, но снова вот это разделение на три основных части. Потому что на следующем, на финальном уже пятом этапе развития кабины не будет. Это уже не кабина, это дефлект. Это чисто для аэродинамики установлен щит. Это как-то спорткар. К спорткар, ян. Да. Вы были вопросами, что мы сделали здесь, чтобы сказать, что на задержке и задержке. И на идее наших инженеров и наших дизаймеров это так-какал проект X. Это проект X, То, что мы разбирали с вами на досках, это как три самых главных мегатренда повлияют на дизайн. И вот обратите внимание, что если присмотреться, то нижняя часть у правой пятой модели такая же, как и у левой. То есть кабина, это станет как опция. Если тебе нужно, ты ее заказываешь. Если нет, то нет. То есть можно будет установить кабину при необходимости. В зависимости от нужд клиента. Например, если ты едешь в Сургут куда-нибудь, строить дороги, где есть сигнал, это интернета нет, и нет инфраструктуры подзарядки, тогда, наверное, вот эта модель лучше подходит. КамАЗ. Лидер по доле рынков в Сургуте – это МАН. А почему, как вы думаете? Почему именно МАН там покупают? Не потому, что явно у нас самая низкая цена. Потому что они имеют деньги. Нет. Потому что когда ты покупаешь транспортное средство, это только первая часть твоих расходов. Но если ты там его эксплуатируешь, у тебя очень мало времени в году в Сургуте – очень короткий период, когда действительно можно строительством заниматься, в том числе дорог. И если у тебя очень высокий процент отказа или поломки, то тебе нужно больше и больше грузовиков. Либо ты не закончишь его вреда, когда от тебя это требуется заказчикам. So, how many КамАЗes for 1 МИН? And you mean price? Yes, price-wise. How many КамАЗes you can purchase? КамАЗes is depending on the model probably about 20% cheaper. And why? Texas. Из-за налогов. Пошлин. Давайте немножко вернемся к искусственному интеллекту. Как думаете, примерно когда грузовики будут готовы самостоятельно кататься без водителя? If you come back to IA, our special intelligence, when will the trucks be ready to be autonomous and driveless? It depends on what level we're talking. В зависимости от до какой степени автономные. Our vision is that by 2030 по нашим расчетам, наше видение, что к 2030 у нас будет уже готов полностью автономный грузовик, который будет ездить от точки к точке. Hub to hub doesn't mean delivering in the city. это не включает доставку по городу. But in principle that's not a problem. Since if you look at Moscow, хотя в целом это не проблема, потому что вот, например, Москва, then you have the MCAT here around. And inside the MCAT you are not allowed to operate with heavy trucks. So all the logistics centers are sitting somewhere out here. same applies for St. Petersburg. The logistics centers are sitting usually outside the city, far outside the city. And from here to St. Petersburg, from Moscow, from St. Petersburg, hub to hub, fully autonomous by 2030. So we believe, that in 2030 we are completely autonomous грузовик, which is from the logistics of the logistics center to Moscow to Moscow, to St. Petersburg, to St. Petersburg. This is what we are aiming for. And that's what we think is possible. And that's what we think is possible. Насколько я знаю, КамАЗ сейчас уже реализует этот проект. Они строят хаб под Москву и хаб под Питером. А в итоге этот третий хаб должен быть в Казани, если я ничего не путаю. Как? Это только их проект или это какой-то общий, где будут участвовать и другие грузовики, в том числе и МАН? Сфаре, как вас зовут? А, извините. He believes that he has heard КамАЗ has been developing similar project. There is a hub close to Moscow, close to St. Peter and they are constructing a third one close to Kazan for the trucks to operate between autonomously. The question is always if you go to if you go to autonomous driving if you go to autonomous driving то вопрос заключается в том, что then we actually dividing in five levels есть five таких уровней автономности. And only level five is without driver. And only level five is without driver. level two is what we have in the new truck generation in Europe already installed. Второй уровень это то, чем занимается наше новое поколение в Европе. Level three actually there is no economic economic business case behind. Третий уровень автономности как бы мог бы быть, но он экономически пока не выгоден. Business case не отрицательный на него. Since up to level three the full responsibility is with the driver. Потому что до третьего уровня все равно вся ответственность за дорогу за вождение на водителе. We were looking at the platooning. Вот я вам показывал систему platooning, где второй грузовик едет за первым автоматически. Это как раз и есть третий уровень. We were hoping by platooning and having them very close to each other. Мы надеялись, что благодаря тому, что грузовики находятся очень рядом и по сети в сцепке that by the drag we will see some fuel saving то мы надеялись, что такая система на шоссе, на треке покажет топливную экономичность. But the length of the vehicle basically the length of two vehicles is such a big barrier that you need to leave a gap in between. Это настолько длинная колонна, что где-то между ними необходимо оставлять промежуток, пространство свободное. Otherwise you're blocking about 50 meters off the road also for cars or other vehicles to exit. Иначе ты блокируешь 50 метров как минимум дорожного полотна и другие машины не смогут, например, ехать в шоссе, заехать. Which leads that in reality cars are going in between and the drag is not happening. And the second advantage we were seeing was that we were hoping that if you follow another truck you basically mentally can cool down and you are not the stress level is going down. А еще мы надеялись, что когда второй водитель сидит в грузовике, который автоматически следует за первым, то он может расслабиться и его уровень стресса падает. Ведь сегодня вот это ограничение 8 часов в день для водителя это максимальное время его концентрации. If in a situation where he is in the platoon he can basically mentally switch off that would be kind of a relaxing time. в системе вот этой вот колонны платунинга по идее он мог бы не концентрироваться на дороге и расслабляться отдыхать все это время пока его грузовик автоматически следует за первым. Совместно с университетом Рейкенсбурга мы проводили тестирование на треке такой системы колонны платунинга и мы активность мозга водителя второго грузовика замерили. И пришли к результатам исследования что мозга второго водителя настолько же работает полноценно он сосредоточен следит за всем как и водитель в первом грузовике. И неважно может быть вы подумали что мы тестируем только когда он пера садится нет на протяжении года это не меняется и не снижается его взаимодействие вовлеченность концентрация внимания не падает. Поэтому очень навряд ли что для такого водителя который сидит вторым и следует автоматически позволили бы тем не менее повысить этот лимит с 8 часов увеличить до какого-то другого значения. Поэтому здесь экономический бизнес кейс не получается выгодным. Вот четвертая ступень автономности это уже может быть что-то интересное привлекательное. Потому что с этого шага уже водитель не несет полную ответственность. тут ему уже разрешено сидя в кресле заниматься своими какими-то другими делами. И получается такой вопрос если водитель в это время имеет право заниматься своими другими делами может быть я поручу ему заниматься чем-то другим еще? может он заниматься логистическим оформлением? может быть он будет связываться с клиентами в это время? может быть он будет оператором звонить там где-то как оператор? поэтому вот этот шаг это ступень на какое-то время могли бы изменить обстановку внутри кабины для водителя вот вы упомянули как раз это отвечая на ваш вопрос что уже КАМАЗ тестируют и мне интересно на каком из этих уровней насколько действительно они автономны эти грузовики при этом движении то о чем я говорил в 2030 это уже пятый шаг то есть полностью без водителя без его участия без его ответственности все что я хотела рассказать о будущем я рассказала это изменит нашу индустрию это изменит наши с вами жизнь больше чем что-либо до этого меняла индустрию нашу коммерческого транспорта я хотя в этой индустрии работаю уже 30 лет настолько я воодушевлен этими переменами я вижу в этом очень много новых возможностей для нас но все это требует от нас свободы мыслей энергии и инвестиций и нужны будут ваши способности ваш талант в области дизайна чтобы вот эти машины которые были представлены пятыми чтобы они были удобны приняты людьми обществом бизнесом нам нужны люди вы с новыми идеями которые будут с энтузиазмом подходить к решению задач и решительно относиться к переменам действительно к ним стремиться и принимать их поэтому будущее за вами ваше спасибо друзья на этом наше мероприятие не заканчивается я еще раз хочу поблагодарить Яна thank you very much и сейчас еще есть вопросы окей раз два три еще четыре давайте мы пять зафиксируем я в том плане что на самом деле беседа получается очень интересная но к сожалению ни один дизайнер не изобрел еще машину времени и нам нужно его экономить поэтому вот сейчас пять человек которые подняли руки задают вопросы Яна отвечает на них и дальше у нас еще вишенка на торте это непосредственно сам тягач который располагается во дворе обязательно нужно будет туда пройти по нему полазить посмотреть говорят что можно даже попробовать что-то открутить это шутка и обязательно сделать фотографию поэтому давайте я с ближайшего начну вопроса и просьба ну компактненько их задавать спасибо подвергнутся ли изменениям дороги для наземного транспорта в будущем насколько мне известно Илон Маск собирается построить скоростной тоннель между Лос-Анджелесом и его пригородом по нему автомобили смогут передвигаться без пробок и со скоростью до 240 км в час можно в Германии сейчас ездить не запрещено на прошлой неделе я ездил на озеро Байкал и там 30 км это было слишком быстро для такой дороги отвечая на ваш вопрос конечно инфраструктура дорог должна измениться но не только дорог для автономного вождения требуется 5G стандарт по всему миру иначе не получится ничего это первое второе ваш вопрос относится к периоду когда только на этой дороге будет автономное вождение разрешено а когда мы перейдем к наиболее сложной конфигурации трафика движения когда будет смесь из автономных автомобилей и простых тогда хорошие дороги хорошая инфраструктура помогут но не верю что приведут к тому что разрешат большую скорость слишком это уж опасно мы поговорили о тягачах и об автобусах экономически интересно на малом радиусе действия строительная техника быть электрической вот тягачи карьерные самосвалы вот там интересно экономически чтобы они были электрические или пока еще нет спасибо мы поговорили о электротракторах электробусах но мы поговорим о тяжелых трактах для строительства для работы карьеры вы верите что только в short и limited радиусе это может быть тоже позитивный бизнес-каз электрические двигательные тяжелые строительные тракты например в добыче где ты привязан к какому-то месторождению и где есть инфраструктура для зарядки да, возможно, это будет интересный положительный бизнес-кейс потому что в добыче так бывает что ты припарковал грузовик нагрузил его и он отъехал и во время пока он припаркованный стоит его нагружают он даже может быть на подзарядке поэтому в добыче думаю, да в этом году я ездил также в командировку в Сургут посмотреть там на газовую индустрию вот там я сомневаюсь думаю, там будущее позже наступит но там, я думаю, к 2040 году вполне-вполне а если мы вспомним всю историю МАЭН больше 100 лет 20 лет не так уж и долго думаю, да думаю, что вы все точно это застанете надеюсь, что я тоже вообще-то Ян, вопрос следующего ресурсов сколько лет мы сможем строить такие мощные аккумуляторы? 50 лет, 100 лет speaking about resources how long can we be able to produce such powerful batteries 50 years or longer? endless без конца он не видит ограничений в ресурсах по одной причине а если мы говорим об аккумуляторах то компания МАЭН входит в группу компании Volkswagen а это очень большое преимущество нам дает потому что мы совместно разрабатываем аккумуляторы и мы вместе, конечно, пришли к выводу, что есть проблема в этом это когда они все становятся просто уже мусором и нельзя их использовать повторно но уже сегодня есть технологии, позволяющие до 98% всех компонентов батарей перерабатывать пока экономически это невыгодно но технически уже возможно это вообще в природе человека искать технические решения для всего поэтому, собственно, мы считаемся особенно трудными поэтому я полностью убежден через несколько лет мы будем иметь возможность перерабатывать и использовать повторно все батареи, все аккумуляторы хотя бы для тех вот того вида аккумуляторов которые сегодня существуют и вот с их внутренней химией примерно на ближайшие 5-10 лет, он говорит а аккумуляторы, вы знаете, это та область, которая очень быстро и разительно развивается сейчас уже мы используем БУ-аккумуляторы которые все еще мощные, но уже недостаточно для того, чтобы их вставить в грузовик, в автобус мы-то их тогда используем повторно на таких складах например, от ветровой станции, чтобы складировать, хранить выработанное электричество мы используем вот эти батареи там повторно чтобы, например, когда есть сильный поток ветра эту энергию сгенерируют, загрузить в эти аккумуляторы а потом, когда ветра нет, использовать из этих аккумуляторов Ян, в which city, let's tell them for some other jobs so what's going to happen to them and to their future? that's a good question when you look back in the first technological revolution where steam machines have been developed and taken part of the labor from people in the past когда, например, сталь начали автоматически производить забрали у тех людей работу people had the same question такие же вопросы задавали тогда what are we doing with all those people in future? что же эти люди будут в будущем делать? как зарабатывать на жизнь? yes, we need other qualification for them конечно, им нужна новая квалификация но, верьте или нет на сегодняшний день у нас ситуация обратная водителя не хватает везде наши бизнес-партнеры, наши клиенты, большие операторы они очень живут автономное вождение потому что для них большая проблема найти достаточное количество квалифицированных водителей кто хочет заниматься этой работой вот вы хотите 7 дней в неделю быть вдали от друзей, от семьи от родного города в грузовике 7 дней подряд без перерыва не такая уж привлекательная эта работа это причина, почему ситуация усложняется в современном обществе особенно остро вопрос вот этого баланса между работой и жизнью если вам сейчас нужно отвезти груз до Владивостока и обратно, то вряд ли вы на выходных будете спокойно отдыхать с семьей вы еще даже не вернетесь во-первых, до этого времени еще есть несколько лет и это будет постепенный переход, не однодневный и для тех, кто сейчас занимается этой работой я согласен, нам придется найти другую работу но я считаю, что это будет какой-то плавный естественный переход не то что за один день отрезать, всех уволить такого вряд ли будет Ян смотрит на нашего директора в маркетингу Марии и понимает, что кажется, мы опаздываем давайте еще вопрос последний вот такой вот нюанс во-первых, КамАЗ в России это не лучший грузовик он просто самый дешевый он не лучший а второй момент вот смотрите Вольво и Мерседес Бенз активно как-то рекламируется обзорность 360 и помощь водителю как, допустим, экстренная остановка перед другой машиной или каким-то объектом, который вылез на дорогу а в Мане, хоть вы это и тоже смотрите в будущее но на сути, по сути, нету рекламы такой активной в интернете почему нет активной кампании для МИН онлайн, особенно compared to Мерседес и Вольво и Скания которые все время говорят о 360 градусах о том, что наши assistивные системы для двигателей для оперативных не могут остановиться я могу сказать вам почему мы не занимаемся такой активной рекламной кампанией в этом направлении со сравнением с нашими конкурентами а такое оборудование как вы сказали все эти системы на российском рынке практически не пользуются спросом у нас есть такая же активная система помощи в экстренном торможении у нас есть и пассивная безопасность практически все системы которые вы знаете на слуху они у нас тоже все есть и вот в этом новом поколении все это включено есть но в Россию мы эти технологии практически не поставляем потому что очень мало количества заказчиков их просят требуют и готовы на них платить на сегодняшний момент наш фокус здесь на рынке в России это обучение водителей как показывают наши здесь анализы практика фокус на обучение водителей дает гораздо больше преимущества нашим операторам заказчикам чем вот эти все дополнительные функции та нехватка водителей которая существует на западном рынке в Западной Европе сейчас привела к повышению конкуренции среди логистических компаний и других операторов и только если ты у тебя в твоем парке самые крутые грузовики тогда к тебе и придут самые обученные водители которые хотят готовы на таких грузовиках работать но в России логика у наших клиентов и операторов пока что все еще другая это купить как можно дешевле транспортные средства например для нового поколения у нас есть LED то есть светодиодные передние огни они на 30% улучшают освещаемость освещенность дороги и знаешь насколько это важно это 30% на некоторых отрезках наших российских дорог насколько это было преимущество для водителей хотя бы с точки зрения безопасности наши клиенты говорят да нет эта опция нам не нужна потому что они хотят лазерную оптику наверное но на самом деле освещение у нас достаточно неосвещенные дороги это действительно важно может быть цены чуть-чуть опустить на светодиодную оптику и это будет действительно это важно и действительно как бы не казалось бы странным но камеры вместо зеркал это удобно потому что Россия так-то грязная за Москвой все эти проблемы да мы ими занимаемся понятно только что без камер и без инфракрасных всяких приборов автономное вождение никогда к нам не придет поэтому на междугородном автобусе неоплан ситилайнер это самый крутой наш междугородний автобус уже можно по запросу клиента это убрать зеркала и заменить их на камеры это я ездил на таком автобусе и считаю что это прекрасно потому что даже в темное время суток видно гораздо лучше и если аэродинамика достаточно продуманная то камера не пачкать дизайн дизайн опять же спасибо вам большое очень Яну понравилось с вами все друзья заканчиваем тогда с вопросами переходим во двор Яна если вы хотите переведите Анастасия если вы хотите доехать до автономного будущего в России то сначала построите дороги друзья спасибо давайте проходим во двор выходите из точки и за лестницей налево я надеюсь что коллеги помогут вам не потеряться